Всем привет! У микрофона Ром Лерей. Это Hitman Blood Money. На уровне сложности профессионал, но при этом с рейтингом Silent Assassin. Это не спидран, но и не совсем стандартное прохождение, не для среднего игрока. Но если вы любите эту игру так же, как я ее люблю я, а то есть очень обожаете, то я думаю вам понравится. Следующая миссия You Better Watch Out, которая проходит в особняке порно-магната, напоминающий нам покойного Хью Хефнера и его плейбой Мэншин. В данной миссии его называют Лорда Хэллоуэнд. Также нам нужно убрать вторую цель Чарльза Мингема, сына сенатора. Клиенты разрешены для Чарльза, чтобы участвовать на annual tax day party at the Pawn Tycoon Mountain Estate. Ну да, собираемся и идем на миссию You Better Watch Out. Собственно, Лорда Хэллоуэнд и Чарльз Бингем. Ну, знак вопроса, это на самом деле наемная убийца, посланная, чтобы убить нас, но мы ее здесь даже не заметим. Она в принципе нигде, ее можно не встретить, если специально не проходить. Но вы ее можете встретить, она вас будет приглашать в свою комнату, так что имейте в виду, если будете проходить. Но в данном случае это не важно. Кидаем монетку, чтобы вот этот чувак отошел. Мы же сейчас будем творить беспредел. Берем сильверболлер и целимся вот таким образом. Стреляем по бассейну. И да, сколько людей мы убили, это конечно более чем много. Но это не повлияет на рейтинг, потому что все это была случайность. Это был инцидент, но случайный инцидент. Несчастный случай, так называемый. Ну где же это лифт? Вот он лифт. Едем на следующий этаж. Традиционно, в чем суть того, что я вот так прошел мимо охранника специально? В том, чтобы не попасть на камеру. Потому что если попадем на камеру, нужно будет убирать пленку с видеосъемкой. Иначе не получится получить Салент Ассасин. Что еще хорошего нам предстоит? Нам нужно теперь забраться повыше. Где находится собственно наш порно-магнат. Берем нож. Он нам понадобится для питомца. Борно-магнату, Лорен Дехалевана. Не обижайтесь, но на самом деле собака иногда может стать свидетелем убийства, если ее оставить живых. Так что вот так, к сожалению. Тут я немножко импровизировал. Ну, извини, дорогая, я вообще не на тебя, не за тобой посмотрел. Я на самом деле хочу пройти ФБРовцу. Ну и соответственно, действительно, чтобы пройти наверх, в принципе, можно использовать лифт. Но это довольно палевно и за вами могут побежать дальше. В принципе, есть вариант помедленнее, но это просто поставить здесь и дождаться, когда сейчас этот агент выйдет, тот пойдет левее. Вот так вот сейчас. Идите, он вас не спалит. И сейчас вот здесь проходите быстрее, чтобы этот не спалил. Вот так вот. Успех. Лезем по лестнице. И нас тут встретит кое-кто. Под кое-кто я, конечно, подразумеваю агенты. Он захочет вас остановить, ну а вы просто скажите ему. Спасибо за костюм, чувак. И вот так сделайте. Сделайте костюм, конечно, чтобы просто банально вам легче было здесь перемещаться. Это не обязательно, понятное дело, но это реально облегчает работу. Вам нужно еще забрать видеокассету, компрометирующую сына сенатора и сенатора. Вот, сына сенатора вы как раз убили в бассейн, выстрелив в бассейн и всех их отправив к праотцам вместе с его дамами. Которые тоже там отдыхали в этом бассейне. Заберем эту компрометирующую видеокассету, которую нужно нам взять по заданию. Это обязательное условие. Ну а теперь проходим к второй цели, которая сейчас на балконе. Сейчас мы ему устроим тоже несчастный случай. Вот. Откроем дверь. Рядом с ним собачка. Прости, собачка, но лучше бы ты здесь не была. Вот. Сейчас он отойдет, сейчас он пойдет и... Оп. Все успешно. Ну и нож. Уж простите, я брал не просто. Он нужен нам. Да. Для этого. Все. Теперь по идее все чисто. Нужно смениться. Обратно на свой костюм. Иначе рейтинг. Не будет салюта соси. Ну, в целом, как видите, тоже ничего сверх сложного нету. Это, опять же, более упрощенный вариант того, что спидранера делают. Но, в то же время, это гораздо быстрее, чем, наверняка, большинство стандартных прохождений этой игры на самом высоком уровне сложности. Да, 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 да. Я понимаю, мне просто нужен лев, чувак. В принципе, нету смысла идти вам обратно вниз. Легче забраться наверх, где вертолетная площадка. И свалить на вертолете прямо оттуда. Вот, мы уже дошли. Даже, видите, никто нас не стреляет. А, нет, все-таки под конец решили пострелять. Но, опять же, это не отменяет Summit Assassin. Потому что вас стреляют за то, что вы проникли незаконно. Но вы не являетесь из-за этого наемным убийцей. Нисколько. Довольно тупая система, наверное, в каких-то местах. Но, в целом, в принципе, она, ну, оправдана. Потому что вы действительно не наемный убийца, если у кого-то что-то угоняете. Один выстрел. Пять несчастных случаев. Соответственно, Silent Assassin 4 минут 50 секунд. Как видим, все довольно легко и просто. В принципе, в начале, опять же, наверное, самый сложный момент с монеткой, чтобы правильно среагировал тот охранник. И вы выстрелить успели. Ну, а так, в целом, как видим, очень и очень хорошо получается. И быстро выполнить эту миссию на профессионале, на Silent Assassin. Традиционная газетка. Ну, чат Бингем. Джуниор. И с Дэд. Ну, что ж, поделать. Ну, что ж, увидимся в следующей миссии. Субтитры сделал DimaTorzok